Привет всем любителям хорошей музыки, праздничного настроения и приятной компании. С вами я, Злата Кочарова, и мы постараемся вас удивить. Прямо сейчас мы находимся в Минск-арене на концерте талантливого продюсера, исполнителя и композитора Игоря Крутого. Игорь Крутой празднует свои 65 лет, как и подобает заслуженному артисту, кругу любимой публики и звездных друзей. Ирина Аллегрова, Филипп Киркуров, Николай Басков, Сергей Лазарев приехали сегодня в Минск, чтобы отметить юбилей в формате ярчайшего шоу. Здесь столько любимых кумиров, что мы просто обязаны сделать все возможное, чтобы пообщаться с ними. Попробуем пробраться на бэкстейдж и уже там взять у них интервью. У кого же? У Лазарева или у Билана? Как карта ляжет? Если бы вы снимали о себе фильм, то какого бы жанра был этот фильм и кто бы исполнял главные роли? Мою? Да. У меня есть любимый актер Сергей Маковецкий, любимый. И чем же вам нравится его творчество? Маковецкого? Да. Чем оно может не нравиться? А, ну да, логично. А какой бы жанр был этот фильм? Ну вообще мне бы хотелось, конечно, что-то награднее комедии, трагедии. Была бы возможность просто побродить по любимому городу, как это было лет 30 назад, когда я первый раз приехал сюда, молодым, еще не очень узнаваемым. Когда песни были на слуху, я был еще не очень визуально узнаваемым, но тогда можно было и по Витебскому бродить, и по Минску, и по Могилеву, и по всем городам, которые я гастолировал. Тогда я очень люблю вообще гулять по городу, потому что по Инстаграму моему это видите, как я. Но увидеть мне все удается либо в ночное время, чтобы не привлекать внимание, либо из окон автомобиля. Поэтому в этот раз все из окон автомобиля. Вы были наставником на детском голосе. Расскажите, каково работать с детьми? Я работал не с детьми только, я работал с детьми и их родителями. То есть это обременение уже как бы в том смысле, что постоянно тебе приходится иметь дело сразу с несколькими людьми. Мамы, папы. Были, да, были разные родители, были. И абсолютно адекватные родители были, и не совсем адекватные. Некоторые говорили, что если ты сейчас не победишь, то все, в твоей жизни ничего не будет хорошего. У меня к вам вопрос. Если бы вы себе, десятилетнему, вот в подростковом возрасте дали совет, какой бы он был? Какой бы он был, идти вперед, никогда не отчаиваться, и все получится. А вы заранее понимали, что вы будете связывать свою жизнь с медиасферой? Да. С раннего детства я был артистом уже в детском возрасте. Вот смотрите, Новый год очень близко уже, буквально на носу. Что бы вы в первую же очередь пожелали самому себе, без каких-либо границ, все что угодно? Самому себе, ну если в общем так сказать, конечно хочется, чтобы все мои мечты и цели реализовались. И самое главное, чтобы родители и все мои родственники, родные, друзья, все были здоровы и счастливы. И чтобы царил мир во всем мире, постоянно мы слышим из новостей, что между какими-то странами недопонимание. Хочу сказать, что должны думать о наших детях. И лично себе насчет материальных подарков хочется Грэмми. Грэмми. Стоит ли мне говорить, что я испытала невероятную гамму эмоций за сегодняшний день? Вы послушаете любимые хиты, увидите с кумирами миллионов. Прекрасный новогодний подарок. Ну а на этой эфиричной ноте я, Злата Кочарова, прощаюсь с вами. До самых ярких событий. До новых встреч.